Друзья, всем привет! Я Александра Незветская. Сегодня мы снова в моей мастерской, и сегодня я хочу записать для вас видео на тему рисунка. Рисунок не совсем обычный. Я назвала этот сюжет «Эмоциональный портрет». То есть не просто статичный, а портрет с эмоцией. Вот у нас тут есть прекрасный Константин, который любезно согласился поспособствовать. И сейчас начинаем. Так, я хочу немножко прокомментировать насчет того, что это за основа. Это бумага, обычная бумага, которая называется ватманом, но она у меня проклеенная, то есть прогрунтованная. И там есть небольшая тонировка. Мне нравится работать не на белой бумаге, а на слегка тонированной. Вот. И материал, которым я работаю, это мягкий материал под названием сепия. Ну, я рассказываю для всех, потому что, может быть, кто-то не знает. Сепия очень мягкий пластичный материал, и его можно заточить таким тоненьким остреньким карандашиком. Очень удобно. То есть можно работать как плоскостью, так и острым кончиком. Задача такая сегодня сделать быстрый рисунок, то есть компоную сразу уже на формате. Ну, и тем более здесь у меня, в принципе, никаких сложных задач, именно композиционных, не стоит. Вот. Поэтому в данном случае можно обойтись без эскиза. Если у вас какие-то есть вопросы по поводу, как сампоновать, то лучше, конечно, делать композиционный эскиз, а потом уже начинать на большом формате. А, и, кстати, хочу еще добавить, что это не первый такой эмоциональный портрет, который я делаю. То есть первая работа была сделана тоже с моделью Константином, но это была живопись, холст, масло. Может возникнуть вопрос, почему эмоция именно такая? Ну, тут нужно видеть, во-первых, предыдущую работу, там как бы эмоция была другая, и здесь практически прямо противоположная. То есть тут не задача стояла изобразить именно агрессию, а просто изобразить какую-то эмоцию, то есть изобразить разные эмоции. Возможно, в следующем рисунке или в следующем портрете живописном будет какая-то другая эмоция. Субтитры сделал DimaTorzok Надо сказать, что мы с вами работаем в довольно таких экстремальных условиях для всех. За окном сколько градусов? 15, наверное, да? И еще и батареи топят. Прорабатываю детали, то есть сначала общую картину. В принципе, есть художники, которые работают от куска, то есть начинают с какой-то маленькой детали, например, от глаза. И дальше уже относительно него выстраивают всю картину. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и хочу сказать, что я не планирую это видео как какое-то обучающее. Потому что, во-первых, эмоциональный портрет – это не то, собственно говоря, с чего стоит начинать. Ну, просто хотела показать пример того, как работаю именно я. И пример такого необычного приема, когда можно в режиме реального времени, то есть не с фотографии, а именно с натуры, изобразить человека с какой-то эмоцией. То есть я думаю, что это будет интересно просто посмотреть, как это может быть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мы закончили. Прошло 2 часа 20 минут. Вот по моим рукам видно, что я работала. Так, и сейчас модель, которая еще сидела там и не видела окончательный результат, подойдет и посмотрит. Да, вызывают другие эмоции. Ты что, похож, узнаешь себя? Нежели те, которые на картине, конечно. Немножко резюмирую происходящее. Ну, опять же, предвосхищая вопросы, которые, может быть, у кого-то возникнут. Почему он злой? Почему агрессия? Почему такая эмоция? Что вы хотели этим сказать еще? Иногда люди любят спрашивать. На самом деле, когда мы готовились с Костей и подбирали эмоцию, которую он изобразит, потому что была просто идея портрет с эмоциями. Нужно было все-таки такую эмоцию, которую человек сможет зафиксировать. То есть не все эмоции можно зафиксировать вот там на два с лишним часа. Поэтому еще раз, кстати, большая благодарность Косте, что он мужественно все это высидел. Пишите комментарии, ставьте ваши лайки, если вам было интересно. Мне важна реакция, потому что я старалась, чтобы это было интересно. То есть какой-то такой интересный, необычный сюжет. И до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!